Уже этим летом на Италию может обрушиться вторая засуха. Предыдущая была в прошлом году. Её признали самой сильной за последние 70 лет. Этой зимой в стране выпало очень мало дождей. Также в Альпах было чрезвычайно мало снега. В итоге пополнить запасы воды Италии не удалось. Сейчас они составляют менее половины того, что обычно бывает в это время года. В 2022 воздействие засухи помогли смягчить крупные озёра Италии. Но теперь и они пугающе обмелели. «Последствия такой продолжительной засухи очевидны для всех. Уровень крупных озёр значительно ниже среднего сезонного. Особенно озеро Гарда. Он рекордно низкий – около 38% его вместимости. На всей протяжённости реки По воды меньше, чем было в это же время в прошлом году». Крупнейшая ассоциация фермеров Италии говорит, что в прошлом году сектор потерял около 6 миллиардов евро. По её данным, если засуха повторится, то в этом сезоне около 300 тысяч предприятий сектора потеряют ещё больше. Скоро фермеры начнут орошать свои поля. Эксперты говорят, что для хорошего урожая с мая по конец июня должны идти непрерывные дожди. Экстремальная засуха уже затронула 6% городов в Ломбарде и Пьемонте. При этом 19 из них испытывают самую сильную нехватку воды в своей истории. «Ситуация везде серьёзная, особенно в Ломбарде и Пьемонте. На юге Италии были сильные штормы, но здесь продолжается засуха. Нужны какие-то меры, чтобы восстановить водно-геологический баланс. Этим летом ожидается нехватка воды, но я надеюсь, что проблему смягчат дожди». Проблема настолько серьёзна, что в прошлом месяце премьер-министр Джорджия Мелони назначила комиссара, который отвечает за вопрос водных запасов. Также операторов гидроэлектростанций призвали ограничить использование воды. Редактор субтитров А.Сёмкин